Добрый день! На Гомельщине завершается пресс-тур представников российских и союзных страдков массовой информации. Сегодня журналисты наведали Республиканские науково-практичные центры радиоактивной медицины и экологии человека. Гости ознайомились с обсталеванием центра и выполнились, на яким высоким уздоровне оказывается допомога пациентам. После чего смогли задать свои пытания по час пресс-конференции, которую провел Державный секретарь Союзной Державы Рыгор Рапота. Чутки про Чарнобыль – это по большей части мифы, кажутся российские блогеры. И все, как один, погаджаются, что, например, белорусская молочная продукция вельми подобается россиянам. И смак, и якость, и выгляд. А вот туристичные маршруты Гомельской области, на жаль, рекламуются недостатково. Удельники пресс-туры обещают, что обовязково расскажутся об туристичной привабности Гомельщины. А еще журналисты затекавились реализация в Беларуси союзных программ по операдольванию наступству авары на Чарнобыльской АЭС. И это сразумело, бо гроши, которые тратятся на чарнобыльские проекты, выдатковываются у тымлику из союзного бюджета. Отказ однозначный. Ни один рубель не потрачены дарма. Я, в общем, убедился в том, что те деньги, которые выделяют союзным государством, они, конечно, потрачены не зря. И, в общем, с умом и по-хозяйски. Мы рады тому, что внесли какой-то свой вклад в создание такого высокотехнологичного медицинского центра, который работает вообще на, я считаю, на таком мировом уровне. Подробязный репортаж про заключный день пресс-туры российских и союзных СМИ глядите у нашим вечерним выпуском. Протягиваем выпуск. Самое непосредное дочинение до ликвидации наступства у Чарнобыльской катастрофы мают сей супрацовники Гомеля Абла Гидромета. Яке доследование сегодня проводятся у Рада Цена экологичным отделе. И те есть подставы для заклопоченности уже хороу региона, ведая Олег Синцерову. Сегодня у Гомельском гидрометацентре не только надзираюсь за температурой и худкостью повитерных потоков. Тут ведают все, где идут ядерные попробования, где горят лесы. И самое главное, каким чином все это отбивается на радиоцинной ситуации на территории Гомельской области. Кожный день у 8 годин ранится дежурный инженер-радиометрист приходит на полигон, к обзарабить замеры могутности радиоцинной дозы. Усягон на Гомельшине шесть таких контрольных кропок, даденые за яких находятся на постоянном контроле, и аж один штуденный обовязок, так званый аэрозольный контроль приземного слою. Все осадки, которые за сутки выпадают, роса, дождь, снег, ну, ежедневно. Вот за сутки оно накапливается на этой марле, потом мы её снимаем, высушиваем и сжигаем в печках, и залу замеряем. У некоторых выпадках периодичность к контролю может быть изменена. Не это, например, когда горели лесы в Украине, дозиметричный контроль проводили кожную годину. Некой погрузы здоровью, тогда, кажуть, на самой справе не было. Под контролем гомельских специалистов у Воглис находятся все процессы, которые отбываются у света. И навод Калияны не могут оказать уплыв на экологичное становище в регионе, фиксуется всё ровно, как таяш-авары на японской Фукусиме. Мы увидели остаточные явления ядерного взрыва в Японии. Это были микродозы, они никак не повлияли ни на нашу экологическую ситуацию, ни на радиационный фонд. Но, тем не менее, эти данные мы получили. Мы получили их средств за Германию. То есть мы увидели все эти остатки, которые облетели вокруг земного шара. Сегодня специалисты отдела радиационной экологичной информации Гомель Абал Гидромета проводят постоянный мониторинг ситуации по всей области, уключающей отселенные территории и пограничные зоны. Для объективности информации створены специальные ландшафтные полигоны, на яких заборонена любая господаршая деятельность. Каб полностью позбавиться от наступства Чарнобыльской катастрофы, спотребится еще не одно десяти годы, але в целом радиационная ситуация на Гомечне полепшается, а непосредственно в день 30-й годовины Чарнобыльской катастрофы у Гомель Абал Гидромете обовязково узгадают прозвищи супрацовников, які одразу пасля трагедии почали высветление реальной ситуации, что дало махчимость скласти карты радиационных озабороживания территорий и принять адекватные меры по обороне людей. В тот период занимались отбором проб почвы в населенных пунктах прилегающих к территории Чарнобыльской атомной станции. Хотелось бы назвать несколько фамилии. Это бывший начальник лаборатории Василевская Бронислава Станиславовна, Лебедева Антонина Михайловна, водитель Тимошков Николай Григорьевич. Олег Сентяров, Валерий Панько, телерадокомпания Гомель. Сегодня пройшлась электронная нарада комиссии по захованию беспеки дорожного руху при Гомельске маблывы канками. Почас ее были узняты пытанни, выражения яких напрямую вплывая на дорожную обстановку на территории региона. Удаю фиксуюць выпадки, калей керовники сельско-господарчых предприемств допускают до отдела у дорожным руху тракторы и иншую сельско-господарчую технику без проходжения обовязкового державного техничного контролю. Часто техника не позначена светлоотбивальными элементами. Есть пытанни до захованості горуча змазочных материялов и минеральных удобрениях, техники у гаражах. Так само треба узмацнить увагу до питанів наведения парадку на придорожных территориях. Треба нанести новую разметку. Ямочний ремонт необходимо производить, потому что есть проблемы и особенно в районных центрах, где после зимы ямочность образовалась недопустима и она может привести к угрозам безопасности дорожного движения, совершению дорожного транса происшествий именно по вопросам неудовлетворительного содержания дорог. У Беларуси сьогоднішній дня денежать новые лимиты на товары набытые за мяжой. Без пошлина отримливать замежные посылки для уласного користання зараз можно на суму не больше 22 евро у месяц и вагой до 10 килограмов. Наприклад, вы заказываете и оплачеваете у замежном интернет-магазине товар за 25 евро. Коли посылка приде у Минск, треба буде платить пошлину 30% от перевышения кошту, але не меньше 4 евро за килограм. А здарается и на дворот. Сума за лимит не выходить, а вага перевышена. У таким выпадку мытные платежи треба буде платить за колька перевышенных килограмов за кожный по 4 евро. Змене не тычатся и приватных поездок. Коли вы регулярно подорожничаете за покупками у соседней краины, то в первый раз мытне дозволить без пошлина перевести товары по ранейших нормах на суму у полторы тысячи евро и вагой не больше как 50 килограмов. А вось потом три месяцы при кожным пересечении мяжи придется заплатить пошлину с товаров коштам свыше 300 евро альбутяжей за 20 килограмов. Але и тут есть нюансы. Без пошлина навод при выконании коштовых и ваговых нормов можно провозить товары для уластного корыстания. Для коммерциных метал только с додатковой оплатой и отповедным мытным оформлением. Если физическое лицо перемещает однотипный товар например какая-то одежда одного размера одного наименования ну или товары обихода одни и те же в большом количестве то великий риск неотнесения данных товаров товаром для личного пользования. У Гомели працую один и Украине бесплатный проект Тата Зала. Абьяго идей и особливостях реализации пойдет говорка у черговым выпуску программы Добрый вечер Гомель. Гостями студии станут керавник проекта Сергей Бычков и шмадетный Тата Геннадь Муравьев. Пагутара твядучая из Владимиром Ларийоновым. Педагоги краезнавца шмат ведая про космос. До 55 годзе першого полета человека у космос он инициирует открытие тематичных выстав у Центральной Евгена Григорьева вядомага по оттворчым псевдонимам ЖЭКа. Глядите передачу Добрый вечер Гомель сёня у 19.30 на телеканале Беларусь.4 Гомельские танцоры Артём Пазняков и Карина Калыхан вернулись переможцами из республиканского турнира по спортивных танцах Белая Русь. Артём и Карина танцуют большую участку своего життя 13 годов. Карине зараз 17 и она заканчивая 11 класс. Артём студент 4 курса Международного института працованных и социальных относинов. Разом ребята танцуют с 3 годы. И они выходят в состав национальной сборной по спортивных бальных танцах. Пара примала у дел у шматликих споборництвах. Только в этом году Артём и Карина заняли другое место у категории дорослые в чемпионате Беларуси. После был Кубок света по латиноамериканской программе в Италии, по выниках якого гамильчане пройшли у чвертьфинал. У ближайших планах международные споборництвы у Литве. Это всё. Это жизнь. Это то, чему мы дали большую часть своей жизни. Во что мы вкладываем все свои силы, всю свою энергию и деньги. Гэта и іншая новинная вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен у студии працювала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров